За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 129 происшествий. Из них 19 преступлений, 11 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 67 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъята одна единица оружия. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, одно с причинением вреда здоровью. 1 октября в районе жилого дома 31Б по улице Ленина автомобиль под управлением гражданина от 1958 года рождения совершил наезд на пешехода. В результате ДТП в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы госпитализирована женщина от 1968 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники отдела ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. В целях повышения эффективности деятельности по взысканию административных штрафов с 28 по 29 сентября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Проверено 258 адресов возможного проживания неплательщиков штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел. Проведено около 100 профилактических бесед о необходимости своевременной оплаты штрафа и ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в случае его неуплаты. Вручено 176 квитанций для оплаты штрафа. В отдел Федеральной службы судебных приставов России по Ненецкому автономному округу для принудительного взыскания направлено 129 неисполненных постановлений. Составлено 4 протокола об административном правонарушении по неуплате административного штрафа в срок. По результатам рассмотрения дел мировыми судьями вынесено решение в виде административного ареста. С 26 по 30 сентября на территории округа проведено профилактическое мероприятие «Нелегал», по результатам которого выявлено 13 нарушений миграционного законодательства, наложено административных штрафов на сумму 36 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска задержан житель округа 1987 года рождения, находившийся в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного пунктом А, частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время в отношении гражданина избрано мера пресечения в виде заключения под стражу, согласно постановлению Наринмарского городского суда. Он водворен в изолятор временного содержания Управления МВД России по Нинецкому автономному округу. В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения на территории округа в период времени с 20 по 30 сентября текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В период времени с 20 по 30 сентября сотрудниками госавтоинспекции округа выявлено и пресечено 95 административных правонарушений. В рамках мероприятия с водителями и пешеходами проводилась профилактическая и разъяснительная работа. Кроме того, участникам дорожного движения вручены памятки, направленные на недопущение совершения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники госавтоинспекции Нинецкого округа напоминают водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. 29 сентября текущего года в Наринмаре проведена Всероссийская детская эстафета безопасности «Дорога-символ жизни». Акция призвана побудить как можно больше людей задуматься о дорожной безопасности. И чтобы каждый из нас понял, что он может сделать, чтобы дорога стала символом жизни и безопасности. Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Нинецкому автономному округу совместно с педагогами и юными инспекторами дорожного движения Дома детского творчества в Наринмаре провели мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности и безопасности. Участники акции посетили представителей администрации округа, уполномоченного по правам ребенка в округе, а также провели опрос среди случайных прохожих на улицах Наринмара. И каждому задали главный вопрос – что вы можете сделать, чтобы дороги стали безопасными? Главным символом акции стала ромашка, на лепестках которой каждый участник выразил свое отношение к повышению дорожной безопасности. 30 сентября текущего года в актовом зале средней общеобразовательной школы номер один города Наринмара проведена встреча старшеклассников с байкерами. Основной целью встречи стала на примере опытных мотолюбителей рассказать старшеклассникам, как надо правильно эксплуатировать двухколесную технику, чтобы не стать жертвой ДТП. Урок дорожной грамотности открыл инспектор ГИБДД, который напомнил детям о правилах безопасного победения на дороге и об особенностях правил дорожного движения для мотоциклистов, водителей скутеров и пешеходов. Также сотрудник полиции рассказал старшеклассникам о нарушениях на дороге, которые чаще всего становятся причинами ДТП с участием двухколесных участников дорожного движения, как мотоциклистов, так и велосипедистов. Мотолюбители, в свою очередь, рассказали ребятам, что экипировка для мотоциклистов – это залог их безопасности. В нее входят такие элементы, как шлем, он бывает нескольких видов, перчатки, наколенники, специально куртка и обувь. С 11 сентября 2016 года стартует ежегодный всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». В период времени с 7 по 16 октября текущего года жители округа посредством онлайн-голосования на сайте ОМВД смогут определить одного участкового, который будет принимать участие на заключительном третьем этапе всероссийского конкурса. Третий этап конкурса стартует 1 ноября, когда будет объявлено онлайн-голосование населения на официальном сайте МВД России для определения победителя конкурса на общероссийском уровне. Проголосовать и ознакомиться с информацией об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе, граждане смогут на сайте ОМВД по адресу 83.mvd.rf. Граждане смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. В целях упрощения порядка оказания государственных услуг граждане могут пройти регистрацию на едином портале государственных услуг и воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документа оборота, без потери времени. Информацию о государственных услугах можно получить на сайте ОМВД в разделе «Для граждан». При возникновении вопросов можно обратиться по телефону 4-23-63 или 4-38-48. Также можно направить обращение по адресу улица Волучейского, дом 13, город Наринмар. Также на адрес электронной почты mvd83-sobaka-mvd.gov.ru Телефон доверия Управления МВД России по Ненецкому автономному округу 4-21-52. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова